Здравствуйте! Сегодня у нас необычный гость. Его знают как взрослые, так и дети. Гость Медиа Центра 15 регион Дед Мороз. Здравствуйте, Дед Мороз! Здравствуйте! Как вы стали Дед Морозом? Ну, когда-то в детстве я мечтал быть просто артистом. Ну, это вот тоже необычная мечта. Но с класса шестого я сознательно мечтал стать артистом. А образ Деда Мороза вообще мне казался, вот, когда я был еще в школе, когда был школьником, образ Деда Мороза мне казался чем-то таким вот... Сказочным. Ну, сказочным, да, это одно. То есть он какой-то был для меня, мне казалось, что недосягаем. Вот конкретно для меня мне казалось, что он недосягаем. То есть вот, ну, как вот, ну, кто-то мечтает быть космонавтом, допустим. Вот не все становятся космонавтами в итоге. Что-то недосягаемое. Что-то недосягаемое, что-то такое вот... Ну, как стать практически космонавтом, практически нереально. Точно так же вот, ну, я считал, что и Дедом Морозом стать нереально. Но я им стал в итоге. Расскажите, когда первый раз примерили этот образ, у вас сколько это было? Ну, я учился в школе. У нас был драматический кружок, в котором я в один из годов я играл роль Деда Мороза. И оттуда все и началось, собственно. Ну, как бы потом небольшой перерыв случился, пока я не поступил на театральное отделение Владикавказского училища искусств. Когда учился на втором курсе Владикавказского училища искусств, мне девушка, которая со мной училась, она предложила, ну, в общем, стать Дедом Морозом и пойти по домам. И, собственно говоря, вот уже как бы такая вот более обширная, более такая вот и богатая на всякие вот карьера уже началась вот у меня, собственно, с 92-го года. То есть я был на втором курсе актерского факультета и вот под Новый год пошел работать Дедом Морозом. И уже вот 30 лет я болею этим образом. Как готовится к празднику Дед Мороз? Ну, тоже очень, как бы, как можно сказать, и сложно, и интересно, и увлекательно подготовка к празднику идет. То есть как мы стараемся, как вот агентство, мы стараемся расти, мы стараемся какие-то сценарии писать, какие-то вот, вот сейчас год зайца идет, мы, у нас есть такая программа, где действующее лицо, одно из действующих лиц, зайка, то есть Дед Мороз, Снегурочка и зайка. Вот, то есть каждый год мы как-то стараемся совершенствоваться, обновляем гардероб Деду Морозу, Снегурочке. Вот у меня уже в наличии, у меня, ну, пять костюмов. То есть, и все они разные костюмы, все какие-то, и в них, получается, естественно, разные образы. То есть он не получается одинаковым, образ не получается одинаковым в зависимости от костюма. То есть костюм дает тоже вот какую-то изюминку образу. Как вы успеваете побывать на всех праздничных мероприятиях? Ну, как вы знаете, у меня есть огромное количество помощников. Мне кажется, у вас очень плотный график. У меня очень плотный график. Сам я тоже какое-то время тоже был помощником Деда Мороза, то есть... Путь был нелегкий, да? Да, есть главный Дед Мороз России, и вот я был его один из его помощников. Ну, вот я вырос до такого Деда Мороза, который вот сейчас уже... Которому самому нужны бывают помощники. Вот. Поэтому график очень плотный, да, ждут везде. Дети везде хотят, и не только дети, везде хотят встречи со сказкой, встречу с волшебством. Поэтому, как бы, ну, стараюсь попасть ко всем в дом, и, как правило, это получается, и я успеваю ко всем. Попасть успеваю ко всем. Поэтому вот так вот. Как реагируют дети, и о чем чаще всего они просят Деда Мороза? У детей сейчас, как правило, то есть вот под влияние времени дети попадают, и, ну, если раньше просили, там, то есть ограничивались куклами, машинками, то прогресс идет вперед, и дети тоже, у детей тоже меняются пристрастия. Запросы, да? Да, да, интересы, запросы, и дети просят мобильные телефоны, айфоны, планшеты, ну, и так далее. У меня был даже случай, когда я в 2005 году работал в Русском театре, ну, 2000, может, 2007 год был, я точно не помню, у нас был спектакль, и в мае мы играем спектакль, проходит на сцене спектакль, и тут я в какой-то момент зашел в гримерку, звонит ребенок, ну, по голосу я, поднимая трубку, звонит ребенок и говорит, «Здравствуй, ты же Дед Мороз?» Ну, пришлось ему подыграть, сказать, «Да, я Дед Мороз, а что ты хочешь?» И он говорит, «Ты был у Миланы», ну, у его, видимо, или одноклассницы, или подружки, или, может, сестры, «Ты был у Миланы, возьми карандаш и возьми бумагу и пиши». Я говорю, «Что писать?» И он мне говорит, «68-30». Я говорю, «А что такое 68-30?» И он мне говорит, «Нокия, Нокия». То есть, ну, он ждал, что я ему подарю Нокия этой модели. Вот. Кстати, недавно я, мне на адрес пришло письмо, я где-то оставлял свой адрес, как адрес Деда Мороза, мне на адрес пришло письмо, и вчера я открыл его, я хотел его на камеру открыть и прочитать, где-то у себя дома, но не удержался, я открыл письмо, я думал, что дети, я так понял, осетинская семья живет где-то в Подмосковье. Ну, они мне написали, что вот мы тоже мечтаем попасть на Кавказ, посмотреть горы, в Осетию, по всем вот этим туристическим местам пройтись. Это писали дети 8 лет, девочки-двойняшки, причем, ну, видно, что это детской рукой написано этот. Я думал, что сейчас тоже что-то вот, я дойду до такого момента, где они начнут просить что-то необычное. Ну, как на удивление, дети оказались, то есть, не меркантильные, можно так сказать. Не материальные ценности, да? Материальные ценности их как бы не интересуют вообще, им интересно, что вот им, кстати, я вот буду, может, сегодня, завтра, может, займусь написанием письма вот этим детям. То есть, ну, они у меня не попросили ничего материального, не попросили ничего. Они просто хотели побывать на родине, в Северной Осетии. Они сказали, мы хотим, мечтаем побывать на родине, встретиться, может, и с тобой. И, в общем, вот такое письмо я получил. Видимо, мама из Осетии. И мама, они мне потом даже на осетинском языке в конце письма попрощались. А, в начале письма тоже поздоровались на осетинском языке с Дедом Морозом осетинским. Вот такой момент был. Что самое сложное в твоей работе, Дедушка Мороз? Вообще, Дед Мороз не должен, он не имеет права болеть, во-первых. У него должно быть, ну, сибирское здоровье, можно сказать так, кавказское долголетие. Дед Мороз, что еще сложное? Голос. Голос – это вот очень такой момент. Дед Мороз не имеет права и не может потерять голос перед Новым годом. Терять голос он не может, какие еще у него есть такие вот трудности. То есть, ну, не знаю. Но вот голос – это как бы основное. Болеть, не болеть он должен. И вот… Беречь свой голос. Беречь свой голос. Это как бы основное. Все остальное уже, ну, естественно, можно сказать, и профессионализм нужен. И нужно, то есть, Дед Мороз должен обладать, ну, очень обширными качествами. Он должен быть и внимателен, и он должен быть и психолог хороший. Ну, стараюсь быть хорошим психологом тоже для детей. Это вот как бы, ну, это все дело наживное. То есть, с годами, со временем, с опытом это все приходит. Поэтому, так вот. Дед Мороз, какие истории запомнились на долгие годы? Был у меня случай в детских садах, у меня были случаи, когда мне дали стул, который дышал буквально наладан. Я садился уже на него на… Так вот, то есть, я полностью не садился, я уже сидел, как бы, можно сказать, на весу. Но в какой-то момент стул не выдержал, разлетелся подо мной. И представляю, какое веселье было. Веселились все там, то есть, у всех было такое радостное. Смеялись мамы, папы, дети, воспитатели все. Ну, и я с ними вместе тоже посмеялся. Вот. Ну, много таких случаев. Как-то мы с другом ходили вот по домам. Мы не успели дать объявления в газету. Тогда еще газеты вот были, и вот через объявления в газеты мы работали на Новый год. И мы с другом ходили по домам, где нам тоже предлагали выпить. Ну, мы говорили, что нам. То есть, кидали в мешок все это. У нас в мешке были яблоки, конфеты, водка, шампанское, ну и так далее. И вот мы шли где-то с ним в районе Китайской. Мы менялись друг с другом костюмами. То есть, к его знакомым мы идем, он одевает костюм. В образе Деда Мороза, я ему помогаю, в образе тоже вот такого зимнего волшебника, зимнего помощника такого. Потом к моим знакомым идем, я переоблачаюсь в Деда Мороза, он моим помощником был. И вот так по домам. И нам в каждом доме, я же говорю, дают, вот этот уже мешок нас оттягивал назад, этот все, этот груз. И вот в районе Китайской мы идем, стоит какой-то мужчина тоже возле машины и курит. И, увидев нас, он кричит, Дед Мороз, подари мне подарок. Ну, мы подошли к нему, я говорю, давай, с тебя стишок, с нас подарок. А, подари пузырь, он сказал, не подарок, он сказал пузырь. Я говорю, давай, стишок рассказываешь, мы тебе даем пузырь. Да я пошутил, я этот, я говорю, ну мы уже просто так не уйдем, давай, рассказывай. И он нам что-то такое выдал, села муха на время, вот и все стихотворение. Я говорю, вот таких стихов мне еще никто не читал. Мы достали эту бутылку, там литровая, большая бутылка водки, мы ему подарили. И человек с таким рассеянным взглядом на нас смотрит и говорит, спасибо, Дедушка Мороз. И мы отходим, я толкаю этого моего напарника, говорю, давай поглянемся. Я говорю, вдруг он в обмороке, в глубоком лежит возле машины. И мы поворачиваемся к машине, он опирается на машину, вот так со шалелыми глазами смотрит нам вслед. Я говорю, вот представь, вот он идет домой и расскажет о том, что Дедушка Мороз исполнил его желание, мечту. Ну вот, очень много таких случаев было, очень, это если вспоминать, это у нас, по-моему, эфирного времени передачи не хватит. Поэтому, ну вот такие случаи были. Расскажите, а были ли в вашей практике дети, которые говорили о том, что они не верят в Деда Мороза? Был у нас буквально вот позапрошлом году. Я играл в шестой школе рядом с нашим театром. В первом классе проводил утренник. Вокруг меня бегал мальчик, самый активный, он такой, вот дети играют, что-то. Он как-то вот обособленный, но он так вот задавал тоже настроение детям. Такое, ну, мне понравилось тоже такое вот. Он мне напомнил, ну, может, не меня, но как бы в детстве, наверное, ну, я таким не был, наверное, ну, я вот уже... Были такие, бывают такие детишки, которые бывают очень активные, очень смышленые, да, смышленые. И любознательные. Да, бегал вокруг меня и говорит, дедушка Мороз, я в тебя не верю. И тут ему я отвечаю, ну и что? Я в тебя тоже не верю. Он ожидал, что я ему начну говорить, что я настоящий, что вот этот... Ну, я ему когда сказал, я в тебе... Он на меня так посмотрел, такими глазами удивленными. Потом бегает, бегает дальше, говорит, а ты мне подарок дашь? Я говорю, ну, подарки я даю тоже только тем, кто в меня верит. Дальше бегает, бегает, бегает. Потом подбежал ко мне и незаметно подергал за бороду. Вот. Ну, я отреагировал, что мне больно, что мне этот... И он поворачивается к глазу. Борода не сдвинулась с места, естественно. Вот. Он поворачивается к глазу и вот такими глазами тоже открытыми глазами... Он в натуре настоящий! Вот так вот, такими словами он сказал. Вот. Ну, когда ребенок перестает верить в Деда Мороза, я думаю, не стоит его разубеждать в том... Значит, просто ребенок уже вырос, вырос из этого возраста. Но я как бы стараюсь, чтобы все дети, к которым я прихожу... И у меня есть примеры такие, которые... Вот несколько семей у меня есть вот примеры, когда дети верили в Деда Мороза до 15 лет. Но это очень поздний возраст, в котором дети еще как бы верят в Деда Мороза. Поддерживает ли связь Дед Мороз с своими коллегами из других регионов? Да, конечно. Я вот в третий год, я в этом году посещал форум Дедов Морозов. Этот форум был в Москве, в Подмосковье. Два года он шел... Ну, не два года, он несколько лет шел до меня в Подмосковье, в Пушкино. Городок Пушкино называется. И в этом году мы вот ездили тоже в сентябре этого года, мы ездили, собирались с Дедом Морозом, Голицыно, тоже в Подмосковье. В Пансионат Голицыно, там санаторий. И вот мы там встречались с Дедами Морозами. И еще я встречался со своими коллегами в прошлом году. Я ездил в Ханты-Мансийск. На 14-й Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек есть, оказывается, и такой. Я был единственный гость с Южного региона. Вот, кстати, вот в этом году появился... В этом году был вот... Когда я был в Москве, в этом году появился Дед Мороз с Геленджика. То есть они чуть-чуть южнее, чем мы. Но вот был такой момент, что вот... Но в прошлом году я был единственный вот с Южного региона, то есть Ставропольский край, все... Южно-федеральный округ я был... Представлял один. Вот такие дела тоже. Да, мы общаемся. Вплотную общаемся и созваниваемся. У нас есть группы, соответствующие в соцсетях. И где-то вот чаты какие-то есть. И мы общаемся. О чем мечтает Дед Мороз? Ну, Дед Мороз... Он такой же, как бы вот... Мечтает о том, о чем мечтают вот все наши люди. Чтобы всегда было мирное небо, чтобы мы как можно реже теряли своих близких, родных. Вот. Ну, самое главное, вот хочется вот мира на всей земле. Вообще, вот не только в России или там прилегающих территориях. Хочется мира на всей земле. Чтобы нигде вот дети, да и взрослые, вот не знали вот этих каких-то моментов, вот как война, как голод, как нужда какая-то. Да. Ну, вот так вот. Дед Мороз мечтает тоже о мире и о благополучии. Ну, и о здоровье для всех. Подходит к концу 2022 год. Чтобы вы пожелали жителям нашей республики, да и страны в целом. Ну, как я уже сказал, я хочу пожелать им мира и здоровья, благополучия. Чтобы никто, вот, чтобы всем было вот очень хорошо, чтобы у всех было здоровье, благополучие, мир во всем мире. Ну, я не знаю, это может звучать как и общие слова, но я думаю, все хотят этого. Поэтому Дед Мороз тоже хочет и хочет пожелать всем вот этого. Добра, здоровья и благополучия всем. Я еще хотел бы поздравить всех сотрудников 15-го региона, пожелать им творческих успехов. Это прежде всего тоже творчество. Ну, и всего того, что они сами себе могут пожелать. Своим семьям, своим близким, родным и всем, 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 всем. Тоже добра и благополучия вам всем. Я благодарю тебя, Дед Мороз, за то, что ты нашел время в своем плотном графике и пришел сегодня к нам в студию. До новых встреч. Спасибо, до свидания.